всем привет в июне 2022 года epic games раздают вот такие вот 5 ассетов которые мы можем сейчас увидеть да это у нас грейдер который так скажем является настройки до с управлением и с небольшими нюансами там далее у нас также будет это в поле вот такой вот мини городок китайском стиле японском стиле точнее модуляр в temple plaza да вот такая вот строчка честно говоря сделано быстренько но принципе возможно для каких-то проектов подойдет далее у нас идет станция поездов вот такая вот небольшая принципе симпатичная можно некоторые миссии какие-то такие узко направленные прямо здесь сделать в британском стиле ну и плагин который позволяет создавать так скажем с помощью него управление которое будет являться мультиплеформером вот это все а давайте сейчас сразу перейдем к их нему рассмотрению как они выглядят и что у них есть интересненького первое это у нас вот этот грейдер здесь есть персонаж который может сесть он ездит передвигается двигает ковшом но в данном случае я сейчас пока не могу его сделать потому что необходимо предварительная была настройка ну то есть он как видите есть эффекты определенные как из-под колес грязь так вот дым и так далее он может брать какие-то предметы своим ковшом и допустим поднимать их и так далее в данном случае это вот эти все камушки давайте быстренько пролетимся вот такая небольшая строительная площадочка судя по всему что этот грейдер что площадка были сняты на камеру потому что здесь вот прям видно такие вот точечки которые очень часто появляются при сканировании и ну и здесь все то же самое вот такая вот небольшая штучка но давайте перейдем к следующей это у нас в поле стайл до наш японский городок небольшой это у нас демо сцена вот такие вот горы тут имеются у нас это актеры определенные то есть как говорится небольшие камни видимо до увеличенные в некоторых плоскостях но кстати один к одному значит они предназначены для гор также имеется небольшие деревья трава камешки камешки у нас как построены просто обычный статик мышь без всяких так скажем линий отрисовок так далее да можно принципе но вот здесь вот кстати даже вот этот персонаж не может по ступенькам подняться соответственно коллизия соответствует данным ступенькам трава является тоже с коллизией потому что это прям вот все модели является стопроцентным статик мыши это конечно плохо для травы и да допустим ванна для деревьев то это нормально но трава так ну и здесь небольшой огонек имеется свечки постоянно горящие и толстый мужичок ну или пацанчик непонятно кто это давайте посмотрим как водопад это у нас эмиттер здесь понятно здесь тоже эмиттер да да ну и вода обычная кем-то материалом сделано со сдвигом кстати двигает получается нормальку основная основной цвет как бы остается до нормалька двигается да на огонек конечно треугольнички летают шикарные следующее у нас м по плазу так это у нас дать ассет дэмом об на нет это не то концепт мап давайте пролетимся честно вот этот ассет создавался прям наверное спешку то есть материальчики такие где-то взятые быстренько наложенные на модельки модельки прям реально без всяких скруглений и так далее прям острые острые но вот кроме вот этого получается острового камня так что у нас тоже какой-то кол для каких-то жертвоприношений предположительно здесь ничего нету особо это просто с двух сторон и кстати здесь что-то со светом у нас все прям освещено не запекали видимо освещение ну хотя бы под персонажа подходит так здесь у нас висе спарта как говорится можно делать да да опа а здесь коллизии нет отлично разработчики забыли коллизию добавить на данные плоскости но возможно вот эти кстати плоскости без коллизии из-за этого она не работает ну и давайте посмотрим train station так здесь разработчики у нас забыли выключить получается настроечку до по освещению рендеринг авто экспорт а понятно я понял почему они ее забыли выключить здесь просто освещение плохое вернем обратно да 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 точно освещение плохое из-за этого решили обойтись так в общем здесь вот такая вот станция несколько поездов подземный переход между линиями так скажем до телефонные будки британские видимо ну и принципе сама станция виде британского какого-то состояния как говорится как там ирон 9 и три четверти до вроде так банкомат и какие-то они большие немножко немножко не в размерах сделано но возможно вот такие вот поезда и вагончик давайте к вагончику подойдем ну стандартный без дверей видимо до двери не открывается и вот такая вот конструкция сборная получается это часть отдельно это отдельно снаружи он не имеет никаких получается до чистей вообще не имеет просто блоками закрыли чтобы чтобы освещение более корректно попадало чисто из-за этих ламп здесь освещение работает корректно но и за солнце вот через эти отверстия давайте хотя бы быстренько посмотрим 8000 треугольников ну принципе такой лоупольный немного лоупольный стиль с учетом того что здесь много закруглений и так далее вот как раз таки из-за этого 8000 ну и последнее это у нас плагин который помогает создавать так скажем движение персонажа вот такая вот дымка то есть персонаж здесь вот движение на месте то есть когда резко останавливаешься в другую сторону вот такие вот ветвление головой делает когда вперед-назад немножко притормаживает и так прыжок на месте также имеется ускорение на шифт нажимаешь вот такой вот при беге на шифте можно прыгнуть и он как-то как собачка прыгать а это кстати на скорости определенный или на какой-то определенной высоте то есть когда он чувствует что высоко падает вниз ну-ка здесь даже такого места нету где можно проверить нет вот когда просто прыгаешь все нормально именно когда на шифте ну и здесь также работает айкей то есть вот мы стоим кстати есть немножко косяки но это принципе для айкей нормально когда вот нога немножко закругляется видите такой такой бывает к сожалению это надо прям конкретно просчитывать некоторые модели взаимодействия когда мы высоко стоим ну да определенная высота у него не считывается он просто стоит в воздухе и вот так вот принципе также здесь есть от первого лица овершутер шаудер шутер в общем вот это при прицеливании это при нормальной так скажем работе игре также имеется вот мили games когда с топором немножко камера меняется положение и и адвенчуру games камера можно покручивать и как видите да персонаж поворачивается куда мы примерно смотрим иногда вот не соображает куда повернуться почему то направо он голову со сложностью вращает причем конкретно да 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 здесь вот косяк у них какой-то ну и имеется также рэк-долл прямо в полете выключили а движение и как видите руками он замахнулся а кстати смотрите как он встает с определенной позиции то есть с определенной анимацией так следующее бесплатные что нам раздают это в плагин это штука для создания 3d white field of для дисплеев каких-то вот определенных а что за дисплей я к сожалению не в курсе но скорее всего для большинства людей это не имеет значения на на видимо вот смотрите это камера которая определяет где находится положение человека и под него как-то вот поворачивает предмета видимо но видимо что-то похожее да какая-то ситуация player старт плагин в общем эта штука устанавливается в world settings и просто с помощью нее здесь вот если у вас стоит до старт плееров несколько штук допустим вы можете по карте расставить их и с помощью вот этой части вы выбираете куда откуда начать допустим движение выбирать со стартовой точки 3 и пожалуйста появляйтесь здесь выбирайте один допустим здесь вот такие вот пульс психологи engine штука больше медицинская скорее всего я предполагаю что это к каким-то умным часам и так далее подключается с помощью каких-то действий до считывает ваши ритмы и так далее и что-то анализирует определенное да или высвечивает в общем для каких-то приложений можно такое использовать но пока неизвестно кому это необходимо вот один человек нашелся dynamic server subsystem вещь обязательно забирайте скорее всего она пригодится если вы начнете делать сетевую игру как видите да это с помощью нее можно более удобнее скорее всего создать кроссплатформенную обработку то есть вот все персонажи здесь находится один играет на андроиде другой на линуксе третье на и все на одном сервере находятся ну и соответственно свои какие-то определенные ноды project acoustic for unreal аудио в общем это такой плагин который позволяет на определенных материалах настроивать определенные звуки отражений и так далее то есть сами epic показывали на своем стриме как это все работает но это немножко сложновато здесь и плюс плюс вроде бы как работает ну и какие-то определенные настройки вот ноутс это изменение внешнего вида наших нод можно сделать вот такими эту плоскими как стиле windows как кубики без всяких закруглений просто вот такие вот лайтовые версии с одной стороны я уже видел кто использовал такие штуки видимо понравились стратеги game здесь epic games нам предлагает в общем посмотреть как работает язык c++ с блупринтами и в общем можно поиграть какую-то определенную игру которую они вот как раз таки создали в этом уровне здесь вещички создали такие вот прям очень хорошего качества так скажем вещи определенные да вот эта колоночка мониторчик вся вот эта студия в общем это 3d модельки вот так выглядящие ну если небольшое количество полигонов то принципе где-то можно использовать в своих играх если же большое но к сожалению только в архивизе где-то три мошен пауз куман шоппинг в общем позе для шопинга на это статические они не двигаются возможно мне кажется как будто бы это даже фотография нет это модельки а это причем еще по ходу фотографии трехмерном да скорее всего в общем интересненько 3d сканы да 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 3d скана людей здесь тоже самое 3d скана инструментов музыкальных ну выглядит прям шикарненько все зависит по количеству полигон очков и соответственно четырехтысячные текстуры для такого отображения качество необходимо здесь у нас позы людей зимний период ну по ним прям видно что они в зимней одежде стоят холодно мороз пиджачки шарфика шикарно но это не для наших не для нашего климата соответственно возможно когда кстати у них по количеству полигонов не особо много примут если смотреть на лица да они там прям плоские то есть возможно единственное что проблема у них нет скелетов стопроцентно их нельзя будет в игру вставить чисто как задний фон ну либо самому создавать скелет под ним здесь у нас мебель тоже 3d скан журнальчики стулья столы и какой-то дизайнерский стол из танка кстати акуситис текстур но я предполагаю да это лондонские лондонское издание причем прям вообще плоское они даже не заморочились делать вот эти вывески хотя бы немножко объемнее но это чисто вот на задний фон куда-то поставить возможно ведь сюда фотография это со спутника и поставили на какие-то плоские модельки так это у нас получается модели городов 3d акуситис это видимо какая-то программа которая с помощью карта видимо создает определенные объемы предположительно ну возможно да да скорее всего здесь у нас инструмент раскадровки в общем эта штука создает наверное скорее всего камера давайте посмотрим инструмент для быстрого создания камер и скриншотов среди кинопроизводства но мало кому необходимо предположительно камера расставляется в определенных позициях и можно потом с помощью вот этой вот этой штуковины вот этого окна сделать какие-то скриншоты возможно подобрать более идеальные кадры фокусные расстояния и так далее так да ты был фанкшен ли брали white в общем это функции какие-то для работы с базы данных с таблицами честно говоря я особо тут не вижу пока функций это for each data table а подождите вот это кстати такой вроде нету вот просто data table row она соответственно есть for each data table row вроде бы и нет get data table as array в общем да да это для работы с array это массивами таблиц ну и соответственно здесь тоже дополнительные ноды которые с помощью вытаскивают из данных таблиц в которых имеется массивы видимо какие-то данные также дебаг фанкшен в обрели white да это у нас в общем ноды с помощью которых вы можете записывать влог игры а также выводить на экран то есть есть print string да здесь добавляется print просто но новые новые ноды print lock developer only да соответственно только для разработчиков в игре вы их не увидите и кстати почему они какие-то различные а потому что здесь различные настройки здесь смотрите есть определенное количество времени показа здесь его не существует то есть просто видимо постоянно будет показываться и кстати непонятно а это видимо красная для того чтобы показывать опасные какие-то да места это показывать скажем небольшие ошибочки здесь прямо глобальные ошибки здесь просто записывать и показывать в общем вот такие вот ноды кстати возьмите пригодится лог прописываться будет дополнительными вашими действиями то есть не нужно будет вот кстати вот просто лог вы если вам не нужно чтобы выводил на экран вот берете вот эту ноду и везде больше пишите где вам необходимо здесь в общем у нас даются растения для яра для дополнительной реальности и виртуальной реальности от этой студии уже несколько ассетов уже было где-то месяц или два назад и сейчас еще два ассета они дают снова травку как я уже показала и деревья как сейчас показываю в общем забирайте на всякий случай так это у нас полнофункциональная настраиваемая надежная реализация камеры ртс моба с открытым исходным кодом какое-то веселье ртс моба игры у них видимо какое-то определенное состояние камеры раз для них сделали целый плагин но при этом на гитхабе он поддерживается 28 минут назад как минимум скрин и соответственно от 7 июня это вчерашний день и они уже вот обновляет его ну и здесь последнее это у нас стилизованная фантазия фантазия кстати очень симпатично выглядит очень симпатично это знаете это как вид зельда игры вот прям стопроцентно выглядит классно вот это обязательно надо забрать и и принципе моделик там приемлемо для создания какой-то локации определенной а на этом все вот были 26 ассетов которые нам эпигеймс раздал пишите в комментариях что вам больше всего понравилось а на этом все до скорой встречи пока